В первой программе мы говорили о том, что нужно питать свой разум из хороших источников информации. Из второй программы мы узнали, что мы должны перестать думать только о себе. Мы должны помочь другим. В третьей программе мы обсудили современные технологии. Мы говорили о том, что можно ходить в церковь через интернет. Вы должны быть в церкви, пусть даже посредством технологий. А сегодня следующий пункт. Ай-яй-яй, это болезненная тема, и говорить об этом неприятно. Используйте время карантина, чтобы сделать всю работу по дому и довести до конца начатые дела. Другими словами, если вы дома и не можете выйти, то вы можете заняться гаражом, двором. Хватит откладывать. Пришло время завершить все дела по дому и наверстать упущенное. Займитесь делом. Я хочу прочитать один стих. Ты готова, Денис? Притча 24-30. Послушайте, что здесь написано. «Проходил я мимо поля человека ленивого». Интересное начало. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Речь о глупом человеке. «Когда мы имеем дело с ленивым, то это тот, кто поступает глупо». 31 стих. И вот. Вот подтверждение того, что человек ленив или глуп. «И вот, все это заросло терном. Поверхность покрылась крапивой, и каменная ограда обрушилась». Иначе говоря, все развалилось на куски. Все заросло и заброшено. В 32 стихе написано. «И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». 33 стих. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь». Другими словами, будешь сидеть без дела, лениться, не ударив пальцем о палец. Тогда 34 стих. «Придет, как прохожий, бедность твоя». Что это значит? «Она придет быстро». «И нужда твоя, как человек вооруженный, когда она придет, она сокрушит». А что открывает дверь для бедности? Что открывает дверь для нужды, для сокрушения? Дверь открывается из-за лени, праздности. Когда вы не обращаете внимания на детали, то все начинает разваливаться на части. И вот вы в изоляции, на карантине. Не можете выйти из дома, вы наедине с самим собой. Наедине со своим ковром, со своей кухней. С обоями, с гаражом, если у вас есть гараж. Вы один на один со своей квартирой, или со своим домом, если вы живете в доме. Есть много дел, и вы уже не можете сказать, что у вас нет времени. Пришло время взяться за дело. Заняться работой и завершить некоторые проекты. Уже нельзя оправдываться, откладывать. Пришло время начать действовать. Пришло время составить список. Займитесь делом. Итак, Денис, ты готов? Составьте список всего, что вам нужно сделать в доме, в квартире, в гараже. Какую работу нужно довести до конца. Может быть, вам нужно развить какой-то талант, привести в порядок финансы. Это прекрасное время, чтобы наверстать упущенное в сферах, которые требуют вашего внимания, и заняться саморазвитием. Я приведу пример. Эта ситуация поставила меня в сложное положение. Когда мы с Денис жили в США, мы купили прекрасный дом в городе Талсе, рядом с полем для гольфа. Это было довольно престижное место, и мы были в восторге от того места, где был наш дом. Я часто уезжал проповедовать и служить, и я совершенно не занимался нашим двором. И наш двор выглядел именно так, как описано в этом стихе. «Все заросло, вид был ужасный, но я этого даже не замечал». И вот однажды я вернулся домой из одной из своих долгих поездок. Я тогда проповедовал военным. И когда я пришел домой, то я обнаружил написанную от руки записку. Она была приклеена к дверям нашего дома. И знаете, кто ее написал? Это была записка от местного общества садоводов. Я даже не знал, что у нас было такое общество. Итак, у них было заседание, на котором они обсуждали состояние нашего двора. Мне было так стыдно, когда я прочитал, и там было написано, «Господин Реннер, пока вы в разъездах и заняты спасением мира, проповедью Евангелия, вы потеряли уважение соседей из-за состояния вашего сада». Денис, ты помнишь? Я помню. Мне было так стыдно. Ты помнишь, что я сделал? Помню. Что я сделал? Я хорошо помню, как ты вышел на улицу и начал окапывать деревья во дворе. Я выкопал сухое дерево на нашем дворе. Я покосил всю траву, подрезал кусты, вырвал все сорняки. Я тут же взялся за работу. Это стало переломным моментом в моей жизни. Я больше никогда не получал такие записки, потому что во дворе всегда был порядок. Это стало моментом пробуждения для меня. Я где-то там спасал мир, а тем временем не заботил за о своем доме и потерял репутацию. И знаете что? Быть может, вы тоже потеряли репутацию из-за состояния своего двора. Пришло время навести порядок. А в каком состоянии ваш гараж? Для некоторых это больная тема. Ведь они все складывают в гараж, закрывают двери и стараются туда не входить. Вы даже друзей не пускаете в свой гараж, потому что он захламлен снизу доверху. Вещи повсюду. Но вы должны уделить внимание своему гаражу. Итак, вы дома, и у вас есть время навести порядок. А как насчет обоих? А как насчет кухни, ванной? Вы годами говорили себе, когда-нибудь займусь этим, когда-нибудь займусь этим. Нужно будет как-нибудь вот это переделать. И вот это когда-нибудь настало. Вы дома, и у вас есть возможность сделать что-то в ванной или на кухне. Почистить ковер, вымыть кафель, поменять обои. Сделать все то, что вы планировали. И вместо того, чтобы валять дурака и говорить, как-нибудь я это сделаю, вам нужно принять тот факт, что вот это время, которое вы называли когда-нибудь, уже пришло. Знаете, такое произошло со мной несколько лет назад. Вы понимаете, как нелегко заботиться о своем теле и контролировать свой вес. Вы думаете, о, я не могу смотреть на свое отражение в зеркале. Оно просто ужасно. И вы тратите эту энергию, думая о том, как вы выглядите, и как вам это не нравится. Но ничего с этим не делаете. Это такая же ситуация, как описал сейчас Рик. То же самое было с моим гардеробом. О, когда я думала о нем, я теряла покой. Но, хвала Господу, в один из дней изоляции я взялась за него. И просто одним махом вытащила из него абсолютно все. Навела порядок. Какие-то вещи раздала, какие-то убрала в другой шкаф. В общем, навела полный порядок. Я хочу вас ободрить. Когда мы разбираемся с этим делом, в наше сердце приходит мир. Вы будто проникаетесь уважением к себе. Ведь вы сделали то, за что осуждали себя, бездействуя. Люди часто говорят, мы переходим от славы к славе. Но они живут по-другому. В жизни хаос. И они надеются, что из этого хаоса они перейдут в славу. Но в Библии написано, мы переходим из славы в славу. Не из беспорядка в славу, а из славы в славу. Если вы хотите жить в славе, пусть слава придет в то место, где вы находитесь. Наведите порядок. Пусть будет видна слава. Вы не сможете перейти на следующий уровень, если не достигнете нового уровня здесь. Мы должны переходить из славы в славу. И если вы остались дома, это прекрасная возможность, данная Богом. Не Бог послал пандемию, не Он автор карантина, не Он автор ограничений. Но у вас теперь есть возможность привести свой дом в состояние славы. Если вы наведете порядок прямо сейчас, то это откроет дверь для дальнейшего продвижения. Если вы в изоляции, это прекрасная возможность заняться и другими вещами, о которых мы уже говорили. К примеру, кто-то говорит, когда-нибудь, когда у меня будет время, я напишу книгу. Что ж, время пришло, пишите книгу. Или кто-то говорил, когда-нибудь я займусь своим голосом и начну петь. Это когда-нибудь наступило. Вы дома, и вы можете заняться пением, развивать голос. Кто-то говорит, когда-нибудь я займусь финансами. Этот день настал, пришло время заняться финансами. Не Бог автор пандемии, но используйте это время во благо, себе на пользу. Пусть это будет время для домашних дел и доведения важных проектов до конца. И тогда в вашу жизнь придет слава. И когда все дела будут завершены, все будет сделано, вы будете готовы подняться на следующий уровень славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова